Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу 6 способов решения перезагрузки компьютера при запуске Роблокса. В принципе, все решения довольно простые, за исключением последнего. Но к нему чуть попозже вернемся, начнем с первого. Значит, смотрите. Первый способ это удалить расширение, отключить антивирус и переустановить Роблокс. Значит, смотрите. У кого какой браузер, я не знаю там как расположение, но на Google Chrome, чтобы удалить расширение, мы нажимаем 3 точки, потом настройки, расширение и вот здесь вот кнопочка удалить. Вы нажимаете и расширение удаляется. Расширение нужно удалять именно то, которое я показывал вам в прошлом видео. Это что он там как-то называется, не помню, короче. В принципе, сейчас могу показать, давайте покажу, чтобы наглядно понятно было. Сейчас быстренько покажу. А где она здесь ссылка-то? Секунду. Вот, вот оно, это расширение, смотрите. Значит, если у вас установлено вот это расширение, вы его полностью удаляете. Потому что оно уже не работает и у вас только появится из-за этого расширения ошибка 272. Значит, после того, как удалили, дальше отключаем антивирус, если у вас есть антивирус. Каждый антивирус, естественно, тоже отключается по-разному. У меня был антивирус от 360. Значит, смотрите. Я этот антивирус отключал как? Вот сюда нажимал на стрелочку. Здесь вот иконка у меня антивируса была. Я на эту иконку нажимал правой кнопкой мыши один раз. Открывалась какая-то панелька. И в этой панельке, короче, где-то вот сверху была зеленая кнопочка. Ну вот, как видите, вот здесь вот на скриншоте, вот такая была вот кнопочка. Ее нажимаете, и там потом выбираете, на какой период хотите отключить антивирус, чтобы он не работал. И все. А дальше скачиваем вот это приложение. Ссылку я в описании оставлю. Это наподобие что-то типа как антивирус, но не совсем. То есть, я бы сказал, что он даже лучше, чем 360. А значит, когда скачали, заходите. Потом заходим в удаление, установка и обновление. Здесь вот ищем роблокс. Нажимаем на него. И удалить программу. И роблокс у вас полностью удаляется. Также в чем плюс этой программы, то что когда вы роблокс удаляете, у вас удаляются все следы. Вот. Потом просто заново, тупо заходите, открываете роблокс на сайте. Нажимаете на вот эту зеленую кнопочку. У вас устанавливается роблокс. Вы его устанавливаете и потом еще раз нажимаете эту кнопку, чтобы зайти. Возможно, кому-то этот способ поможет, возможно, нет. Но мы переходим к второму способу. И этот способ заключается в том, что нужно зайти в другой браузер, если он у вас есть, и зайти на другой аккаунт. Также роблокс заново нужно будет удалить через органайзер, как я показал. И заново скачать именно с этого браузера и с нового аккаунта. Возможно, этот способ тоже кому-то поможет, возможно, нет. Я особо наглядно показывать ничего не буду. В принципе, я думаю, по смыслу все понятно. Потому что если я сейчас показывать все буду, видео надолго затянется. Так, значит, третий способ. И этот способ мне лично помог. На моем личном опыте. Значит, смотрите. Что для третьего способа нужно сделать. Нужно полностью удалить антивирус. У меня был антивирус от 360. Я не знаю, на других антивирусах есть такая проблема или нет. Но, короче, сам факт того, что в антивирусе 360 есть какая-то проблема или какая-то фигня, которая препятствует запуску роблокса. Я полностью удалил свой антивирус. Также с помощью рекорганайзера. То есть мы заходим. Потом заходим. Удаление установки и обновление. Здесь ищем свой антивирус 360. И также его удаляем. Еще у меня был такой прикол. Когда я удалял этот антивирус. Я его полностью удалил. Но на панели задачи он у меня здесь остался. То есть его иконка. А если у вас также останется, вы нажимаете на эту иконку правой кнопкой мыши. И самая последняя кнопка будет выход из системы. Вроде бы так она называется. Вы ее нажимаете и все. И антивирус у вас полностью пропадает. Дальше опять переустанавливаем в роблокс. То есть сначала его удаляем. Заново скачиваем. И после того как скачали. Не заходите первым делом через браузер. Потому что у вас может не сработать. Значит после того как вы установили роблокс. Мы нажимаем правой кнопкой мыши на иконку роблокса. И заходим в расположение файла. Как видите здесь есть две версии. Это роблокс плеер лаунчер. И роблокс плейбета. Нам нужно зайти в плейбета. То есть нажимаем и ждем пока загрузится. Как видите у меня начинает загружаться. И таким способом у меня получается зайти в роблокс. То есть все прекрасно работает как видите. И этот способ реально помог мне. И лично другим тоже. Кстати кто еще не состоит в моем телеграм канале. Можете зайти и вступить в чат. Потому что там очень много людей общается. И очень много способов когда кто-то находит. Пишут в чат. И каждый пробует. И говорит у него получается или нет. Если вам интересно можете зайти. Ссылка естественно будет в описании. Это в принципе по желанию. Так на этом третий способ закончился. Переходим к четвертому. Четвертый способ это Microsoft Store. Сразу скажу то что через Microsoft Store роблокс работает. Но во первых он может работать не у всех. Зависит от операционной системы. От там не знаю каких-то драйверов и так далее. И еще когда через Microsoft Store играете. Роблокс сильно лагает. Проседает FPS и зависает иногда. Сразу скажу то что если у вас нету Microsoft Store. Я думаю смысла вам его устанавливать нету. Потому что во первых его очень сложно найти где-то и установить. По идее он должен быть уже заранее установлен на компьютере. Но если у вас его нету лучше не устанавливайте. И не надо себе делать геморрой. Потому что это не стопроцентный способ. И он может вам не помочь. Но если у вас вдруг есть Microsoft Store. А вы значит открываете его. Ждем пока загрузится. Все загрузился. И в поиске пишем роблокс. Мы заходим. И вместо кнопочки играть. У вас будет кнопочка установить. Вы устанавливаете. А перед этим естественно удаляете опять роблокс. Который у вас был. Прошлый установлен с браузера. Ну то есть оригинальный. Но это тоже оригинальный. Но типа он грубо говоря как. Относится больше к Microsoft. Вот. А потом нажимаете установить. И когда установите у вас будет кнопочка играть. Нажимаете и у вас заходит. Сейчас показывать не буду. Но это способ у кого-то работает. И у кого-то нет. Пятый способ. Это эмулятор телефона. Сразу скажу то что способ тоже такой себе. Может он кому-то поможет. Может быть нет. Если спросите какой эмулятор скачивать. Вот лучше скачивайте эмулятор от Bluestacks. Я особо вдаваться в подробности не буду объяснять. Потому что это будет долго. Значит вы когда заходите в этот Bluestacks. Там у вас будет сначала регистрация аккаунта. Вы зарегистрируетесь. Войдете в аккаунт свой Google. Там будет приложение Play Market. Вы зайдете в это приложение. Найдете Roblox. Установите. Ну короче то же самое как вот с телефона нужно делать. Устанавливаете Roblox. И дальше. Когда установите. Пробуйте его запускать. И играть тем самым. Но мне кажется сам Roblox намного хуже будет работать чем через Microsoft. Вот. И последний шестой способ. Самый плохой для меня. Ну лично. Я думаю для вас он тоже будет самым плохим. Короче это переустановка винды. Все вы понимаете если переустановить винду. Слетят все установленные игры. Фотографии. Приложения и так далее. И сразу скажу то что если вдруг вы соберетесь переустанавливать винду. Этот способ не стопроцентный. Он может кому-то помочь. Может нет. То есть если вы не хотите рисковать. Лучше не рискуйте. Потому что это ну. Довольно геморрона все очень. А единственный способ из этих шести которые я назвал. Самый нормальный. Вот как по мне это третий способ. То есть полностью удаляете антивирус. Переустанавливаете роблокс. И заходите через бету. То есть расположение файла нажимаете. И запускаете бету. Вот. В принципе у меня на этом все. Если появятся какие-то новые способы методы. Я обязательно запишу видео. По этим способам. Также кому понравился видеоролик. Можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами как всегда был Исбан. Всем удачи. И пока.